СМИ. Видеоигры вызывают насилие. Я играю в фарминг-симулятор. Агрессивно копаю картошку. Я зову друга поиграть в файтинг, в котором считаю себя профи. Друг, легко разматывает меня. Друг, ты чё, всё норм? Я. Всё отлично, заткнись. График моего настроения на протяжении дня. Всё хреново. Ух ты, еда. Всё хреново. Ммм, компик. Всё хреново. О, ещё еда. Спылю. Во время сна график должен быть наверху, вообще-то. 60 фпс, 30 фпс. Я, конечно, не эксперт, но не вижу разницы. Ммм, может, потому что это картинка? Когда враг выбежал из-за угла, я так перепугался, что дёрнул мышкой и случайно выписал ему чистый хедшот. Зови меня крутой. Я так и играю. Этот псих сидит в той жёлтой машине. Смотри, он в гараже для покраски автомобилей. Теперь мы его поймаем. Куда, чёрт возьми, он делся? Мы потеряли его. ГТА. Да, вся логика. Когда действительно не соврал, что новый ПК тебе нужен для учёбы? Ага. Особенно по иконкам на рабочем столе сразу понятно, что для учёбы. Лютик, я говорил тебе, что ты прекрасно поёшь. Ммм, нет, Геральт, ни разу. Тогда какого хрена ты опять поёшь? Ведьмаку заплатите чеканной монетой. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка игровых приколов. Поехали. Это я сижу на перерыве между занятиями в столовке и вижу, с каким удовольствием я приду домой и сразу же сяду играть в игру, которая принесёт мне хоть немного радости в этой жизни. Да ничего годного не выходит, вот в чём проблема. Когда прокачиваешь персонажа, но видишь более интересный билд и решаешь пойти по другой ветке. Не, это когда инвентарь полон, но ты находишь более стоящий лут. Программист запустил сервер Майнкрафт на фотоаппарате. А Скайрим так смогёшь? Так, конечно, смогёт, и всем пофиг, что он просто направил фотик на монитор. Поступить в исторический вуз, чтобы выучить историю. Играть в игры с исторической тематикой, чтобы выучить историю. Ну, если учить историю по играм, можно получить очень сильно искажённое восприятие реальности. Ну, хотя Assassin's Creed вроде как тому исключение, у них на достоверных фактах построена игра. По крайней мере, я такое слышал про первую часть. Про остальные не знаю. Я в своём доме в Майнкрафте, мои 14 плюс приручённых волков. Скорее, мои 14 плюс приручённых кошек. Windows XP просто запустил свой скринсейвер. Десятилетний я. Вау. А ведь реально неплохо. Вроде как маршрут этих линий строился рандомно, если я всё правильно помню. Центральную площадь Бугульмы украсят фигурами из Майнкрафт. Проект получил название Бугулькрафт. Майнкрафт, это моя жизнь, Майнкрафт. Ну, хоть что-то современное, а то сказки уже знатно надоедают. Не, ну, прикольно, молодцы на самом деле, молодцы. Чуваки, которые топят за 4К 60 фпс. Чуваки, которые топят за 1080p 120 фпс. Я, у которого тормозит игра на ютубе. Какую игровую комнату я себе хочу сделать? На какую хватает моего бюджета? Ну, знаешь ли, если тебе хватило на комнату, это уже успех. А ещё и на комп. Когда ты разозлился и хотел разбить контроллер, а потом вспомнил, сколько они стоят? Да, нефиг злиться. Пользователи ПК. Я не позволяю своему ПК греться больше, чем на 50 градусов. Пользователи ноутбуков. Я заплатил за весь термометр, значит я буду использовать весь термометр. Спидраннер проходит игру за 2 минуты. Я пытаюсь повторить его действия. Бедный кот. Помогите. Кто-то скажет хрень, но для кейсера это шедевр. Ну, неплохой контроль от дачи. Интересно, сколько времени он потратил. Когда кто-то спрашивает тебя, сколько стоит новая игра, которую ты купил. А рядом стоит кто-то из родителей. Или жена. Кто-то 76 умножить на 22 умножить на 48 умножить на 97 043 умножить на 0 равно 0. Первоклассники. Невозможно. Никто. Аватары на профилях CSGO. А у меня на аватарке Силя стоит. Я проверяю инвентарь посреди боя с боссом. Ну, война войной, ахилка по расписанию. PlayStation 5, Xbox Series X, ПК. Бонк. Когда смотришь, как одно из самых умных созданий на планете сидит весь день за каким-то ящиком и орёт на незнакомцев, глядя на кучку сверкающих огоньков. Божество. Пойду потопчусь у него по кнопочкам. Мы совсем перестали играть вместе. Знаю, я бы не против, но... Мы поженились. Он остепенился. Ему нет дела до твоих тупых игр. Правда, дорогой? Да, дорогая. Прости меня, Сёма. Прекрасный пример токсичных отношений. На самом деле, гораздо хуже, когда у тебя самого нет желания играть. Ты игра из моей библиотеки? Которая? Которую ты купил по скидке и не запустил. Ты хотя бы понимаешь, насколько несущественно ты сузил круг. Не, у меня такого не бывает. Я не покупаю много игр. Я сейчас, когда мой ПК не тянет игру в стабильных 60 фпс на высоких настройках. Я в детстве, когда мой ПК просто смог запустить игру, и она даже работает. Да даже сейчас многие запускают игру и радуются тому, что она даже работает. Когда скачал новую интересную онлайн-игру? А в ней донат влияет на баланс. Ну, покажи им, что ты не пальцем делан, и переиграй донатеров. Я. Ну, ничего, поработаю ещё. На том свете отдохнём. Я на том свете. Восставший работник. Ой, это из Варкрафта. Стройка в GTA 5. 2013 и 2021. И стабильность. У меня детский садик рядом с домом так строят. Когда твоя любимая онлайн-игра скатилась, ты это понимаешь, но не можешь просто так её удалить и бросить сильно прокачанный аккаунт, на который ты потратил кучу времени. У меня так с Хардстоуном. Родился слишком поздно, чтобы исследовать Землю. Родился слишком рано, чтобы исследовать космос. Родился как раз вовремя, чтобы орать с ценникой системных требований новых игр. Ну, и исследовать Землю и космос в играх, знаешь ли. Играть за Орду, потому что она тебе нравится. Играть за Орду, потому что её вождём, похоже, может стать любой сумасшедший идиот, и даже у тебя есть шанс. Ну, Тралл был более-менее адекватным вождём, а Горош самым крутым. Не знаю, мне больше всего Горош нравился. Я видел горы черепов и реки крови. Вам не одолеть меня. Очень крутой мужик. Когда друзья обсуждают покупку PS5, а ты разбавляешь шампунь водой, чтобы он мылился подольше, купил новую видеокарту сразу после её выхода. Решил немного подождать, пока стабилизируется рынок и цены упадут. Ага, каждый день ношу в кармане по 300к, чтобы покупать видеокарты в день выхода, блин. Ну, на самом деле, я полтора года назад примерно собирал комп, и моя видеокарта стоила, ну, где-то в 2,5-3 раза дешевле, чем стоит сейчас. И я очень рад, что я тогда всё-таки собрал комп. Друг, тут есть огонь по своим? Я. Ща проверим. Когда должен был лечь спать ещё в 23.00, но ты только выключаешь игру в 4.38 ночи. С днём трёхчасового сна. Ага, и тебе к восьми на работу. Я играю в 2 часа ночи. Мама, которая стоит сзади меня и ждёт, когда я повернусь. До утра будет ждать. Я в 3 часа ночи сравниваю между собой разные сборки компьютеров, на которые у меня всё равно нет денег. Хм, а этот-то выдаёт FPS больше, да и картинка стабильнее. Да ладно, не очень подходящий скриншот, потому что у Шелдона здесь ноутбук Alienware. Он очень дорогой. Farming Simulator 22 вышла на ПК и консолях. Её пиковый онлайн в Steam обошёл Battlefield 2042 и составил более 100 тысяч игроков. Ты думаешь, ты лучше меня? Я лучше тебя. А стоит игра того, чтобы её приобрести? Если кто-то уже играл, напишите в комменты. Я просто играл только в 19-ю версию. Стоит ли покупать 22-ю? Ну, в смысле, вы поняли. Farming Simulator 22. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Приобретайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир!» и которая доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok